Всем привет, дорогие друзья, с вами Шахматный Феникс, и у нас шестой тур, или пятый, пятый тур матча, встречаются Платон Гальперин и Петя Андреев. Да, я должен сказать, что на мой взгляд это одна из, ну, самая из тех пар, которые уже встречались, самая сбалансированная, самая равная, шансы предсказать крайне тяжело. А как это Широков, Керимов, Каримов? Ну, там мне казалось, что вообще я рад фаворит, но так, ну, Керимов меня, в общем-то, порадовал. Ну, а здесь, конечно, мы будем болеть за своего парня, тем более у него подавляющее преимущество в рейтинге на Шахмат планете, целых семь пунктов. Ну, семь — это серьёзно. Да. И, кстати, очень быстро ребята шлёпают, забывают, что контроль. Пять плюс три, и на доске любимый пирц Петя. Да, ну, Петя разыграл пирца, а Платон явно никаких серьёзных новинок не подготовил, и первый раз не получил. Мне кажется, Петя мог вместо слона Е6 вообще пойти конь бьёт Ф3, слон бьёт Ф3, конь Д7, и второго коня на Е5 поместить. Типовая идея. Ну, слон Е6 тоже совершенно неплохой ход. Конь Д4 ответил. Да, единственная проблема, как раз хотят скачивать конь Д4. Да, с другой стороны, мне кажется, что... Знаешь, проблема в том, что не факт, что слон С4 здесь возможно. Если слон С4, то Ф4. Конь С4. Так, ну а так Петя рискует... Петя рискует или нет? Что происходит на доске? Нет, он рискует от Платона, а не Петя. Но, видимо, Петя остаётся слишком качеством. Так, ну какая-то рубка сразу с первых же минут матча на доске. Нет, ну просто сейчас, если Платон берёт коня, то Петя берёт коня в ответ и лишнее качество. На ходы вроде конь Б7, просто конь Е3. Я не сразу заметил, что конь С1 не пойман, потому что он на слона Е3 нападает. Ну и, видимо, позиция безнадёжная, пусть убил. Потому что, ну... Может быть, Слон G5? Что-что? Слон G5 не помогает? Нет, ну Слон G5 можно, но чёрные, в крайнем случае, ладья А в Д8 пойдут. Всё равно лишнее качество. А, ты имеешь в виду конь Д5 там в конце? Да, да, да. Нет, не получится, потому что на конь бьёт Д5, конь бьёт Д5. Если Слон Д8, ладья Д8, и на ЕД конь убегает через Д2. И у чёрных просто лишняя фигура. Ну, а если взять коня на Ф1, то конь с Д5 уходит. Вот этого я не заметил. Да, лишнее качество. Ну, и по сути, особых контр-шансов тут у Белых не должно быть. Сейчас, ну, какой-нибудь ход там. Ну, что-то предложить. Платон перечитил. Ну, а Шест тоже очень надёж. Я думаю, что у Платона крайне малые шансы уже в этой партии. Ну, по идее, с таким медленным контролем, чистое лишнее качество, при лучшей позиции должно сказываться. Видите? Согласен. В этом матче пока играет просто гениально. Не, ну, всё равно сохраняет шансы на ничью Белых. Призрачный, но сохраняет. По позиции нет, только если какой-то зелок. Но это же Петя, Петя. Это же Петя Андреев. От Пети можно и все что угодно. Ну, когда я оказываюсь в совершенно безнадёжной позиции с Петей, я обычно не спасаюсь. То есть Платона придётся продемонстрировать просто чудеса и перепристики. Б5 мне хоть не очень нравится. Выглядит ещё рваным, но вряд ли что-то серьёзно портит. Не знаю, я уже пошёл бы кунде 7 давно, если честно. Так, а зачем менять на Ф6? Ну, Петя зевнул кунде 5, но на его счастье, во-первых, можно взять на Ф6, потом взять на Б2. А во-вторых, можно было, мне кажется, даже... Нет, ну, Петя всё правильно сделал. Платон пытается что-то придумать здесь. Да, но мне 5 сайта допустил всё-таки. Пешка, пешка. Мне кажется, лучше было пойти Ладея 5 и на К6, Лон С3. Структура стабилизировалась. Слон на Ф3 у Белых был бы абсолютно мёртвый. Слушай, ну, по-моему, почему не взял на А6? Ну, не знаю. Действительно трудно понять. Видимо, он рассчитывал, что он сейчас заверёт на Б4, но, кстати, посмотри. Какая-то полурушечная идея. Ладея бы 7, Е5, скорее всего, была у Платона. С идеей на взятие на Е5, конь Ф6 отскочить. Так, у нас по материалу качество за пешку. Я тебе абсолютно, конечно, зря это допустил. Тут уже некоторые шансы на ничью у Белых есть. Потому что одна пешка за качество и поля Д5 сильная. Ну, не забывай, Слон Е5. Слон Е5 зачем на А6, давай. Нет, просто есть, вот видишь, А5. Ну, может быть, конь Ц6, конь Ц6. По-моему, пополнился, Шепетя. Да, то, что Петя сейчас делает, это, конечно, вызывает никаких вопросов. И, посмотри, ну, ладья А8, ну, ой, 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 еще отдает одну. Мне кажется, надо было играть ладья Ц8, ладья Д6, ладья Е6. Менять пару ладья. А вот ладья А8, это натыкается на конь Ц4 и Е5. В конь Ц4 ладья А2, видимо, будет. А-а. Все еще чуть лучше учеркнут, но, конечно, от былого могущества тут мало что осталось. Так, ну, предлагай идею. Не, ну, сейчас идеи надо Платона искать, потому что у него конь подбор. Нет, ну, коня придется убирать, либо... А вот так вот. Стоп, ладья А7. Ладья А7? Ну, я думал, Солнце Т3 может быть с той же идеей. Ну, можно Солнце Т3. Ладья А7 мне не нравится, потому что на Д6 уже совсем не защищается. Не исключено, что так играть можно, но... Солнце Т6. Солнце Т3, да. Солнце Т3, да. Понимаешь, что тут еще дело в том, что Платон не забирает на Д6. То есть, если конь С4, ладья А2 и там взятие на Д6, тогда шаг на А1, и на королевство 2 ладья Д6. Ладья Д6, то он Е5. И белый без ладьи. Поэтому только одну пешку Платон получит за качество. Но все равно, конечно, шансы на ничью намного выше, чем те, которые были вот на триндер на 12-м ходу. Да, и партия, кстати, носит долгосрочный такой характер, длительный. Потому что у противников примерно одинаковое количество времени, и на доске вагон борьбы. Ну да. Ну вот видишь, найдено слон. Ого. Слон G4 сейчас начинает... Так, 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 стоп. Ф5, нет хода. Ф5, да, две фигуры. Ну, Петя явно видит ход Ф5. Две фигуры под боем. Ф5, видимо, что-то задумано вроде Е, ладья А5, ладья Д3, и когда слон ушел там ФЖ и у белого ходи как-то 4 или 3 пешки за ладью. Но все равно выглядит очень даманчиво. Ну нет. Не пошел Петя. Не то не видит. Странно, вообще он должен был видеть. Может быть сейчас конь Б7? Нет, ну, самое простое объяснение, что, конечно, я чего-то не вижу. Потому что... Потому что... Конь Б3. Отдает на А2 полотон. Да, ну, можно взять на А2 и взять на С2, а по-прежнему... По-прежнему личное качество. Да, Петя может сейчас начнется как-то цепляться за пешку Д6. А может, кто за коня будет цепляться, нет? Петя? А, как, в смысле? Ну, как-то он неуютно будет себя чувствовать после того, как отвалится на А2, С2. Нет, мне, кстати, нравится ход Слон Е5. Понимаешь, я сначала думал, что Ж3, и там ладятся 2 и Ф4. Не исключено, что в этом варианте черные могут даже просто на А2 взять, отдать этого Слона и две ладьи по второй. По крайней мере, там все пешки проедят. Ну, по-моему, пока это самая интересная партия. Ну, просто соперники наиболее близкие по классу, и рейтинги они такие уж не маленькие. Слон Е5 сыграл, Петя? Слон Е5 сыграно. Ну, не знаю, мне кажется, что белым держаться за эти пешки... Берет ли перспективы. Можешь власть сейчас? Мне кажется, надо играть Ж3 и Ф4. Да, но, конечно, когда белый пойдет Ф4, то вторая горизонталь вскроется очень неприятно. То есть всегда будут повреждаться какие-то идеи с наиноматом. Не знаю, посмотрим, насколько Платон изобретателен. Но Петя черным цветом очень хорошо держит. Слон Ж4, видимо, вот эта вся последовательность. Слон Е5 Слон Ж4 оказалась не туда. За Платона. Берет Слон Ж4 это был зебок. Хода Ф5, мне все-таки кажется, что там ничего не было у белых. Ну, вот можно по этому поанализировать. Вот, конь А2. Так, а на ладец А2 что-то задумано? Да, видимо, ну ничего. Просто коня будет уводить. Конь, наверное, на Д3 дойдет. Да нет, ну это должна быть выигранная позиция. Уже опять снова. Почему просто не срабатывает ладья Ц2, конь Д3, ладья А бьет А2? Ну, конь Е5 ДЕ. На Ф2 зависло. Личное качество чистое. Понятно, что один фланг, но две ладьи. Они обе по второй стоят. В общем, либо я что-то сильно не понимаю, либо Петя побеждает после ладья Ц2. Да, ладья Ц2, конь Д3, ладья А2. И на Ф2 зависает. Не, ну конь с конь Д3, видимо, просто нельзя играть. Скорее всего, Платон будет играть в какой-то ладья Д1. Хочет связать. Но конь Д3, видимо, нужно в Платон уходить. Тоже, может быть, вариант. Ну, конь он играть нужно обязательно. Просто мне это меньше нравится. Платон всегда, если там запахнет жареный, он перекроется еще с конем на Б3. Никого никто не свяжет. Ну, может быть, Петя надеется, что Платону будет тяжело признать свою ошибку. Если, конечно, таковая была. Ну, вот конь Д3 мне больше нравится ход. Просто вот если представить... Смотри, если представить, допустим, что пешка... Ну, слон встанет на Ф3, там пешка встанет на Ф4, и вот сохранить пешку на Е4, играть 4 против 3 без качества, мне кажется, это будет ничья. Ну, тоже очень непростая позиция часто. Во-первых, Петя перемудрил, что встанет на С2 сильнее было. Другое дело, что если же ты... Ладья Б1, Ладья Д1, Ладья С2, после того, как конь уходит, то черный просто меняет одну пару ладей, а второй ладья бьет на А2. Снова лишнее качество чистое. Так, ну пока покажем информацию о соперниках. Да, кстати, у них очень близки рейтинги. Точнее, у Полтона вроде бы нет рейтинга Фиде по классике, но по Аблицу и Парапиту они очень близки. Кандидат Мастера из Чернигов. Чемпион Украины до 12. Да, причем в двух форматах сразу. И чемпион Украины завис. Чемпион Украины, видимо, не может найти ход конь Б3, что меня несколько удивляет. А чемпион Украины просто не выбила... Не выгонала ли мамка чемпиона Украины спать? Мои во имена чемпиона Украины сильнее, Калеша. Слушай, ну я не вижу объяснений тому, почему к Платон не ходит. Кроме того, что у тебя зависла планета. Я почему-то могу посмотреть партию с движком. А вот, Ж3, видимо. Да, 11 секунд. Ну, видимо, Платон просто думал. Ну, не знаю, Ж3 это... Так, а что на это задумал? Да, сейчас просто будет ЛД1, ЛДЦ2. И что? Ну да, Петя заберет... То есть какой-то конь Б3 надо ход делать, видимо. А, ну так, видимо, вообще. ЛД1, слон Д1, ЛД2. ЛД2, конь Е5, ЛД1. Сдались. Ну да, так и сыграло. В общем, Петя выходит вперед. Белые сдались. Ну, Петя пока приносит команде администраторов группы 100% результат. Да, поздравляем Петю, да, в движке. Причем 2 из 3 партии просто такие неплохого качества. Да, вот здесь, конечно, в пользу черных. Не, ну да, Платон явно не досчитал все это. Причем как-то довольно странно. Видимо, я думаю, Петя это все знал. Не, конечно, он не знал. Ну и... А, ну, потом Петя стал играть немножко неуверенно. Ну, закончил все. Яски поиграли. Ты очень быстро листай же, и я не успеваю... Давай ход F5 проверим на служить 4. Кирилл, 26-й. 26-й. Вот заведи F5. А, ну да, тут просто белые остаются без ладьи. Но это программная позиция. Компьютер, видимо, не понимает, потому что это Делфи. Ну, это Делфи. В JL ладятся 7, и белок много пешек, но это легко проиграть на оппозиции. В этом никаких сомнений нет. Да, но на этом всем спасибо за внимание. Разноцвет таких позициях только упрощает задачу сильнейшей стороны, на самом деле. Да, всем спасибо. Скоро вторая партия. Оставайтесь с нами.